всем ребят привет начинаю видео с дороги погода ужасно вчера я на что под вопросом поездка и все же решили поехать народу немного но 2 неделя ломки это уже серьезно в общем сейчас еду вижу что там у нас впереди будет дождь он ожидается дождь обязательно будет мы в него попадем насколько сильно затронет неизвестно сейчас по пути я заеду к виталию сенчину к нашему подписчику нашему как говорится товарищу с кем копаем я ему обещал кое-какой приз подарок в обмен тому боевому топору он его просто-напросто мне подарил ребят представляете мне топорик подает так что ребята вот за таких друзей за таких комрадов лайк обязательно в общем отдам и в путь дорогу дорога займет полтора часа еще так что нам еще далеко ехать циклон серьезные накроет надолго дождь но насколько серьезно не знаю я имею ввиду по масштабу глобальному но затронет так что начало вступления есть и это радует продолжение видео значит будет приятного вам просмотра ну что ребят к сожалению виталька дома не оказался звонился я с ним говорит что через неделю только будет здесь в деревне ладно к родственникам заехал отдам в общем еду со всех сторон ребята идет дождь прям хлыщет здоровский михалыч костян диман дома но димана с михалычем собирается оттуда уезжать потому что говорит промокли насквозь ночью будет дождь все будет 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 но я на свой страх и риск все-таки выехал немножко посмотрел на погоду который нас ожидает вот смотрите прогноз погоды и смотрю что циклон смещается и туда куда я отправляюсь видите да дождь заканчивается грубо говоря в том месте сейчас дождь прекращать да буквально через полчаса прекратится так что я думаю все таки вот сейчас вот время вот она где она сейчас вот время сейчас вот этого дождь там идет циклон был вообще здоровский сильный и он сместился как вы видите смещается циклон и в ближайшее время там будет как бы сухо но все равно прогноз ребята как-то звучит не особо уверенно тем что завтра тоже дожди обещают насколько будет это все неизвестно так что и ладно едем продолжаем путь дорогу осталось судя по которого еще где-то наверно около часа ребят добрался вы не представляете что там было автомобиль у меня вот опять как после первого выезда открытия сезона я приехал а тут смотрите делегация диман здорово костян санек женёк и михалыч но я над этой делегации уеду подальше а то они какие-то поливные прям болен у асфальта копает это никак не пойму не по душе так что я сейчас свалим поехали со мной ребят уехал я от той бригады ну и нафиг там блин полива такой и от камел калычу к андрюхе михалыч здорово андрюх здорово вот и первая монета которая снимаю здесь смотрите чё-то крупное смотрите какой отпечаток здоровый и монета вот она это пятачок пятачок николаевский ой 1870 ну я хочу сказать что бодрый александровский пятачок еще и такой бодрый сохран для этого года они обычно затерты но это прям иди сюда и успел я king отругать еще одна монета начинает раз двушка николая зачет зачет монеты идут все на штыки лопаты здесь дома такие на штык лопаты зачетно жду я успеваю ребят взять лопату в руки должен быть царь да фоном ой 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 и снова копеечка снова копеечка сохран хорош шестой год прикольно прикольно цари верховые ребят у андрюхи 1700 какой-то год это лиза копейка но такое сохран пойдет зачетный отгрызанный но пойдет класс 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 диман тут куча бля царей еб ты идет ли на что ребят у меня первая находка смотрите это трешечка здесь сохран вообще огонь смотрите какой красивых классный от другой стороны болен краснота полезла трешка 29 метрищи вообще жуть камеру прячу и так ребят на фундаменте я осталась один с собой там немножко присыпал андрюхи присыпал вот и в этой области где михалочка пол был звонкий сигнал и у меня первый сегодня царек вот он я предполагаю что царек да это царская монета две копейки две копейки год к сожалению сказать не могу не не могу но так то вроде как бодрая монета ну да вроде хорошие ленивый шов почему ленивые ребята здесь находки на штыки лопаты материка потом идет так что ленивый ленивый снимай на штык звенит и собирай монеты ребята очередная прозвонка выброшенного и выпало у меня пятнашка и радует то что это у нас щитовичок пятнашка 30 31 или 34 но 34 вряд ли 31 скорее всего пускай будет 31 ребят поперла поперла еще один выбор и монета и монета что за монета не знай но судя потому что здесь монеты николай александр да это копеечка николаевского формата проглядывается видите да ну пойдет пойдет 2 царь ребят еще одна монетка вон вот на приближая от ветра прячу это у нас пятачок 37 они 31 31 пятачок самый распространенный недорогой пойдет кстати уехали причем вся банда уехала там увидите стоит него я сразу изначально танцко говорил блин вы чё блин встали как как-то поляна плещихи прямо на асфальте целая толпа и копаете углу дороги говорит оттуда их прогнали там встали в итоге жительница сфотографировал их машины сказал что сейчас вызовет не знаю наряд там или кого не знаю ну и пацаны не искушали судьбу уехали так что я остался один и походу ночевать буду здесь тоже один вместе с кингом кинга я забыл потому что он коровы гоняет а мне проблем не надо чуть позже этот фундамент добью и отправлюсь на тему холмы кинку мяпской погуляет а здесь не надо раздражать соседей и коров вон еще одна монетка твою дивизию с дыркой монета какая-то странная белая печальная надо почистить посмотреть из монет да это монета причем и наземная какая-то белом металле может серебро ребят свой фундамент я присыпал по машины хожу по верхам в поисках и вот вокруг домовой ямы здесь дома очень странные большие вытянуты г-образный был сигнал звонки и знаете блин на пик смотрите смотрите крупная и я лопатой ох какая монета две копейки серебром 1840 лопаты я черканул ну ладно как-то что-то я не знал что может зачетность пойдет первая крупная сегодня медь классно ребят хожу уже травка высокая и вот верховая двадцатка двадцатка сорок шестого он зачетная монетка ищи ищи побежал искать очертания фундамента в одной ямке откопал вот такую интересную штучку смотрите какая красивая зачетная сразу подумал обычный христианин такие вещи себе позволить не может продолжил копать и вот когда вот появилась вот это вот это ребята фарфор не керамика фарфор был сигнал и когда появилась я думал блин чё-то болен нафиг а чё это блин нафиг не знаю самое главное с надписи подстаканник что лечу сейчас обязательно почище ребят и вам покажу чуть такой вообще но вещь просто огонь латунь класс фундамент думаю перспектива ребят немножко его почистил выбил отсюда и донышко здесь имеется это наверно какой-то стакан первое слово непонятно вот смотрите что-то с какая-то потом н е м потом ангела ангела вот такая вот вещица чё это такое не знаю напишите в комментариях кто чё знает подстаканник может быть не знаю прикольная вещь сейчас я здесь углублено похожу ну и что же мы откопали давайте я вам поясню поблуждая по просторам интернета мне удалось найти кое-какую информацию хотя ее и не так уж много я предполагал что это подстаканник и я был прав наш подстаканник не простой а с историей датируется концом девятнадцатого века а производителем является фабрика накладного серебра основана анжеем белославом шеферсом в 1888 году варшава польша компания специализировалась на выпуске посеребренных предметов высокого качества столовых приборов самоваров церковные утвари после второй мировой войны семья шеферс была лишена собственности фабрика была нациализирована давайте вернемся к нашей находке и посмотрим на предмет с другой стороны то есть оценим ее и посмотрим ее первоначальное состояние и к моему удивлению в продаже имеется предостаточное количество предметов с клеймом шеферс но наш является редким и дорогим что и говорит ценник я делаю вывод подстаканник однозначно надо реставрировать а вы что думаете стоит оно реставрации получится у меня это сделать оставляйте свои комментарии а мы возвращаемся на коп дорогой подписчик в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео в описании заранее спасибо ребят кручусь вокруг это уже фундамента ямка чья-то не закопана причем так то свежие здесь сигнальчик был пнул и отсюда а летела монетка монетка должна быть царская не царская чуть звонка звенел это двадцатка двадцать копеек вот сорок второй сорок второй твою девизни до десятки нашу здорово ну ладно двадцатка верховая ребят я даже не знаю что это такое вообще непонятно здесь явно была дорога на дорогу уходит у нас в речку деревне затоплено люди ай блин но ребят и монету было старый вот 31 я понимаю сохранчик ни одной язвочки нет монета просто огонь да я сейчас вам немножко рассказал повернулся в сторону речки но ветер сильный вы меня не услышите вот дорога идет и она уходит в реку и там были дома затоплены зачетно зачетная монетка отправляется в нашу копилочку ребят кружусь по фундаментам нет фундамент разрабатывался наверное несколько дней назад ковырнули там ковырнули там я хожу вверх а вот сейчас вот у меня монетка выпала советик вот это у нас серебро ребят серебро 2 серебрушка сегодня это 10 копеек 25 года вот такая серебрушка да пойдет второе кстати то с дыркой тоже серебрушка 1915 что вот вторая серебро пойдет ребят это находка я вам должен показать бутылочка с надписью они в основном их это я и что да по моему свежий скол до трещина но это редко такие бывают уксусные бутылки с надписью надпись на есть центр центр о союз центра союз что-то в этом роде вот такая уксусная бутылочка на фундаменте пойдет пойдет так ребят нюанс копал сигнал выскакивала сковородка но мелко мелкий сигнал был двушка такой год 27 до 27 на колдуй не на год ошибся 28 пойдет сковородка копалась откопалась душка зачетно и так ребята на этом наверное закончится мой сегодняшний выход экспедиция не состоялась в связи с тем что ночевать остался один я и знаете прогноз погоды я посмотрел завтра дожди и подумал и решил что нет смысла здесь ночевать чтобы завтра здесь под дождем сидеть ждать когда он пройдет так что я наверно пойду домой обзор находок чего я нашел я вам покажу именно завтра при свете одна любопытная интересная находка подстаканник или что вот так что вот это нужно посмотреть ну и все ребята сожалению сегодня не получилось дожди у нас дожди все страшно здесь глуши одному везде живность ладно все поехали домой ребята по находкам меня получилось не особо интересно вот получилось как-то вот так вот но мы копали очень мало большую часть мы как бы месили грязь из царей самые интересные две копейки серебром 1840 года к сожалению я немного его саданул но рельеф в принципе неплохой затем двушечка царская зачетная и два царика по копейке ну год я так и не разглядел что за года не знаю вы уже наверное знаете по советам получилось два пятака 30 31 трешка 29 две двушки щитовички рамочники вот кстати насчет щитовичка щитовичок действительно оказался тридцать четвертого года стоимость вы уже наверно знаете озвучивал 750 рублей вот такая вот монета стоит сохран хороший хороший ну и две серебрушки одна из наземная к сожалению с отверстием кто-то и продырявил но это серебро 1915 год что за монета вы уже наверно тоже знаете я к сожалению не знаю вот и 2020 какой-то год серебрушка 10 копеек самого интересного мне понравился вот такой стакан или подстаканник не знаю вот такая вещь зачетная и я думаю она будет реставрироваться внутри латунь вся она латунная внутри какая-то знаете субстанция была непонятно и металл ребята как вы видите здесь вот белый то есть это посеребрение было единственно что я прочитал это ангела ангела а здесь не знаю непонятное что-то написано вот так что вот так вот съездил ночевать я не остался уже сказал почему остался один холодно и ночевать одному было не в кайф вот так что единственная пока вот это зачетная монета стоит каких-то денег 750 рублей сохран неплохой ладно все тенгук поехали домой домой все домой все пока ребята